По поводу темы, на самом деле здесь немного старая презентация, тема будет просто про инновации восприятия информации. И кто-то тут открещивался от терминов или называния себя технологическими моделистами, честно говоря, я считаю, что в принципе в эту сторону я двигаюсь, хотел бы двигаться. К примеру, сейчас вот прозвучал Speech Center, это продукт компании одной, ну мы с ними дружим. Но есть еще один продукт, Riftman, примерно ту же самую задачу решает, просто для разной целевой аудитории. Вот через 1 марта будет метап, который мы с ними организовываем. А помимо этого, 17 марта, то есть через неделю будет еще один метап про, наверное, там, венчерную индустрию, наверное, как она смотрит в сторону ARV, технологий, дополнительной реальности. Также я являюсь главным организатором конференции Mixar. Mixar это первая, ну, большая в России конференция по такому виртуальной реальности, которую как раз я в вашу компанию приглашал, но не получил ответа, к сожалению. В общем, мы стараемся как-то двигать это сообщество, являемся также, ну, организовали открытое сообщество на эту тему. В общем, стараемся как-то продвигать знания, скорее всего, о том, что это такое и как это применять. И поэтому мне, ну, тема звучит инновация восприятия информации, потому что мне, на самом деле, близка идеология, ну, подход того, что технологии виртуальной реальности, ну, я больше делаю акцент на дополненную реальность или смешанную реальность. В общем, вчера было это дохождение людей до техносферы. Если, ну, наверное, так говорить. А сегодня мы сталкиваемся с новыми какими-либо вызовами. Новые технологии, там, понятно, да, юридические информационные технологии быстрее идут, чем за ним успевают все остальные. Вот мы сегодня остановимся в том моменте, когда мы задумываемся о том, что будет завтра. И вообще, как не потеряться, не запутаться в всех тех или иных терминах, которые появляются, да. То есть там, виртуальная реальность, там, может быть, маркетинговые какие-то термины. Может быть, это действительно те термины, которые в дальнейшем нас будут ожидать. И вот мое видение, мое представление на то, и как я на это смотрю, оно заключается в том, что у нас есть физический мир, в котором мы с вами так или иначе живем, коммуницируем, видим, общаемся, дружим, любим. У нас есть цифровой мир, в котором мы, как бы, тоже, в принципе, то же самое делаем, благодаря социальным сетям и тому подобное. И вот сейчас, в данный момент, на мой взгляд, появляется некоторое другое представление всего, это так называемое «фитштоу». То есть это явление, которое объединяет между собой два мира, которые до этого были разъединены. Как оно объединяет, я об этом скажу чуть позже, но там, для примера, это один из моих любимых художников, он, кичем отсюда, он визуализировал то, как в дальнейшем могут нас ожидать, ну, весь этот информационный поток, слой, как он на нас падает и как мы должны в нем жить, работать. Управлять. И здесь я бы хотел сделать акцент на для меня более важные вещи, наверное, они являются для информационной технологии, наверное, одни из важнейших, на мой взгляд. Это человек-машинное взаимодействие, Human-Computer Interaction. То есть у нас появились компьютеры, и первые интерфейсы взаимодействия человека с компьютером, это были Common Line Interface. Это у нас был специалист, высококвалифицированный специалист, который писал команды, получал ответы от мейнфрейма, ну, до этого еще и инфокарты какие-то были. Ну, суть в том, что вот здесь взаимодействие ограничилось лишь команда-ответ. Дальше происходит революция, между прочим, революция появилась тем, что у нас появился графический юзер-интерфейс. Это первые компьютеры Apple. Не будем давать подробности, кто именно это придумал, но суть в том, что стало это популярным именно благодаря продуктам компании Apple. И одна из последних революций, которая была произведена лет, я бы сказал, лет 9 назад, это Natural User Interface, это естественное взаимодействие человека. Если здесь у нас метафора, рабочий стол, ну, то есть все мы знаем, да, рабочий стол, когда мы производим, что-то делаем с папкой, это не значит, что в компьютере эта папка как-то куда-то двигается. Это метафора визуализации. А в Natural User Interface суть в том, что мы эту метафору чуть-чуть больше приспосабливаем к взаимодействию с человеком. Здесь у нас была в основном мышка, в Natural User Interface у нас это палец. То есть если мы видим папку, то мы с помощью пальца, естественно, с своим физическим взаимодействием контактируем и изменяем. И дальше как раз то, о чем я говорю, что это, ну, инновация при этой информации, на мой взгляд, в чем звучать? В том, что мы переходим в новый этап, это называется Natural User Environment, то есть естественное взаимодействие с окружающей средой. За счет чего это происходит? А, и еще один пример, почему Natural User Interface можно назвать естественным взаимодействием. К примеру, я сам был свидетелем, как маленький ребенок, ну, как бы, в два года управляет iPad'ом. То есть она все понимает, заходит в браузер, там, скачивает приложения, игры и тому подобное, играет два года. Это говорит о том, что, ну, это действительно естественно. Если маленький, ребенок это может сделать. А Natural User Environment, это говорит о том, что, естественно, будет наше взаимодействие с этим пространством, с любым другим пространством, с миром и так далее. За счет чего? За счет того, что увеличивается количество сенсоров, возможных, ну, возможных датчиков внутри телефона, внутри wearable устройств, внутри всего остального, что мы, ну, можем придумать, не знаю. Вот. И новый интерфейс для меня заключается именно в том, что, его кто-то называет The New New Interface, он заключается в том, что мы переходим от дисплеев, задумайтесь, мы всю нашу информацию получаем всегда в 2D. это книги, это мониторы, телевизоры и тому подобное. И вот в моем представлении революция, оно заключается в том, что мы все этот информационный поток, информационный слой накладываем на мир, на реальность вокруг нас. И ключевым для меня является переходом, это то, что мы переходим от метафоры, рабочего стола, там, рабочего дисплея и тому подобное, мы переходим к смешению этого всего, то есть к погружению. И тут вот появляются два термина, это погружение частичное и погружение полное. Потом. Многие люди путаются, на мой взгляд, может быть, нет, в этих терминах. Кто-то считает, что погружение частичное. Кстати, кто думает, что такое погружение частичное? В терминах, там, дополненной и виртуальной реальности, не знаю. Не все равно ничего с зависит. А? Не все равно ничего с зависит. Ну, то есть, если мы говорим про дополненная виртуальная реальность, это какая-то тонненькая частичная. Ну, так как, ладно, окей. В основном говорят, что виртуальная реальность это полное погружение. А дополненная реальность это частичное погружение. Ну, в том контексте, в котором сейчас это есть, скорее всего, это так и есть. Но в моем представлении, что погружение частичное, это как раз-таки виртуальная реальность, потому что как бы вы до какого предела максимум не дошли, это я имею в виду экстраполирую в сторону матрицы какого-нибудь, еще чего-то, ваш мозг и тело, оно все равно будет в физическом мире. То есть, как бы вы это ни старались. А погружение полное, это говорит о том, что вы просто погружаетесь в этот, ну, то есть, сливается информационный и физический мир между собой, получается, это фиджетон мир, который я в самом начале сказал. И тут тоже вот, что для меня, ну, я считаю, важно всегда рассказать про то, что, что такое вообще дополненная реальность, смешанная реальность. Очень часто люди знают, слышали, но путаются в понимании. Здесь представлена диаграмма Мингрэма. это один из профессоров, который как раз задумался над таксономией данных видов реальности, ну, технологий. Он выделил реальность, ну, это нашу, где мы с вами живем, и виртуальную реальность, как предельную, ну, как бы предельную нам представляемую в той реальности, как в фильме Матрицы, к примеру. И все, что между ними, мы называем смешанной реальностью. Вот. И тут появляются два понятия. Как дополненная реальность, дополненная реальность. Все пробовали, видели, что такое дополненная реальность. Да? То есть мы с помощью смартфона, ну, банальный пример, с помощью смартфона смотрим на маркеры некоторые и получается 3D-модель. Вот. Такая дополненная реальность, это когда цифрового меньше, чем физического. Вот. То есть, наверное, так лучше всего определить, что у нас всего лишь одна 3D-модель, и с камерой нам поступает все окружающее пространство. Есть еще дополненная виртуальность. Как вы думаете, сталкивались вы с дополненной виртуальностью? Каждый день. Да. Действительно, каждый день. Это, ну, к примеру, прогноз погоды. Там, где стоит человек, который показывает вам про то, как циклоны идут на Москву. Так вот, суть в том, что его меньше, чем того виртуального пространства, который сзади него. То есть, это там, снимается на хроматии, еще на чем-то. Но суть в том, что вот эти два понятия, они совмещаются в понятиях смешанной реальности. Есть еще очень интересный профессор, Стив Манн. Он является сейчас, по-моему, главно-техническим директором компании Мета. Мета — это, сейчас, на данный момент, конкурент Microsoft в области очков доходной реальности. достаточно интересное решение, ну, по крайней мере, пока о видео я видел. Он предложил свою некоторую интерпретацию этого всего, но она, на мой взгляд, она между собой не... Ну, то есть, состыковываются, на мой взгляд, эти два понимания. Он предложил рассматривать реальность с точки зрения множеств, где у нас есть виртуальная реальность, и я в этом плане полностью согласен, что виртуальная реальность — это лишь частичное какое-то представление возможностей технологий информационных. У нас есть дополненная реальность, которая заключается в том, что мы... То есть, если виртуальная проставка мы полностью в виртуальном мире, и мы не можем взаимодействовать, к примеру, с этим столбом в дополненной реальности, мы можем взаимодействовать с виртуальным миром, мы можем взаимодействовать и со столбом, к примеру. То есть, у нас множество множество отношений становится намного больше. Дальше у нас есть смешанная реальность, которая в нюансах чуть-чуть побольше, но я здесь предлагаю ориентироваться на эту интерпретацию. Дальше у нас есть модульный от реальти и медиа от реальти. Честно вам скажу, это чуть-чуть осложнее понимания, понятия. И сейчас не будем на них акцентироваться, если интересно будет, то тоже расскажу. Вот. Опять же, возвращаясь к той инновации, о которой я говорил. У нас есть графический юзер-интерфейс и наш компьютер и наши телефоны. В дальнейшем, через некоторое время нас будет ждать наш юзер-энварьмент, то есть естественное взаимодействие. На самом деле, это тоже понятие по-разному называется. Кто-то называет это вездесущий компьютер, вездесущие вычисления, новая платформа вычислений и так далее. Короче, очень много названий, к сожалению, на данный момент еще нету утвердившегося, наверное. Но суть заключается в том, что если раньше мы были связующим звеном между этими мирами, то в данный момент этот мир растворяется вокруг нас. И в итоге, на мой взгляд, это становится идеальной системой, не знаю, путевое решение исследовательских задач. Идеальная система такая, которую мы не видим. Так, это тут некоторые примеры. Наверное, я сейчас как-то разговаривал про пример фиджитал наиболее простой, который вы можете сами там потестировать в музеях, к примеру. Это интерактивная песочница. Кто-нибудь с этим сталкивается, видел, трогал. Нет еще. Ну, видели видео, скорее всего. Ну, в общем, это, на самом деле, потрясающий, на мой взгляд, пример, потому что он очень простой и объемлющий, показывающий возможности. То есть у нас есть обычная песочница. Обычная песочница, то есть песок с пляжей, не знаю, да? Сверху у нас висит проектор и кинект. Кинект — это датчик перед эссенцией, который дает нам... В данном случае карта глубины. То есть мы с помощью кинекта можем понять расстояние до песка. И тем самым этот уровень, вычисляя, к примеру, где у нас меньше глубина, мы можем с помощью проектора визуализировать море, океан. А где у нас выше гора, горка, мы визуализируем горы. Понимаете, да? Вот. И тем самым... Это идеальный пример, потому что даже ребенок, опять же, он приходит, он понимает, как здесь с ней работать. И на мой взгляд, что с помощью физического, кинетического такого, да, воздействия мы управляем цифровой информацией. Вот. И для меня это, наверное, самый важный такой пример. Также есть такие подобные технологии, как тактил, тактилус. Это суть в том, что появляется кнопка там, где ее не было, на вашем устройстве, типа смартфона. Это R&D, это еще долго будет приходить в массовое пользование. Дальше у нас здесь программируем поверхности. Но это такие... Это просто кейсы, наверняка некоторые слышали. Управление визуальной информацией с помощью пара, тоже наверняка слышали, как-то русский стартап был. Вот. И вот подобный пример, как интерактивная песочница, только интерактивная... Ванная? Ванная, да, да. То есть... На самом деле, я мечтаю об этой штуке, потому что мне иногда скучно в ванной и посмотрел, что-нибудь. Вот. И вот один из моих любимых примеров тоже. Это любое касание поверхности. Это было реализовано так, что у нас есть очки дополненной реальности с инфракрасным излучением, ну, которые могут в этом диапазоне давать нам изображение. Вот. И суть в том, что когда мы взаимодействуем с тем или иным предметом, да, вот сейчас я затронулся, происходит не просто мой контакт как таковой, происходит передача тепла. То есть банально здесь можно будет видеть мой след. И данное решение, оно как раз-таки и говорит одно, то что мы с помощью очков смотрим на некоторую поверхность, видим там тепловой след, и мы можем как-то это интерпретировать. В данном случае, допустим, вы читаете обычную газету, не iPad, ничего, и вы видите там некоторую строчку или ссылку, вы просто нажимаете, и вам переходит, ну, то есть происходит действие благодаря этому. Вот. Потом сейчас появляется подобная система, как Augment, я не помню точное название, но для нужд индустрии 4.0, где у нас идут, ну, то есть промышленная революция, нам нужно взаимодействовать с теми или иными объектами на производстве. По-новому появляется новая система. В данном случае, это система для, опять же, очков доходной реальности, где у нас интерфейс, появляется там, где нам нужно, в том момент, когда нам нужно. К примеру. Или один из примеров, на мой взгляд, тоже интересный, мы на Mixar его делали, но не показывали. Потому что, ну, в том виде, в котором мы его сделали, он был понятен только специалистам, а обычный человек подошел и сказал, ну, почему, научились проецировать изображение на две коробки, молодцы. А на самом деле, там как бы, суть заключается в том, что у нас есть некоторое количество кинектов, которые дают нам 3D, как-то 3D пространство. Ну, например, здесь, да, мы сделали 3D-модель данного пространства, и мы повесили несколько проекторов. После того, как я зашел в это пространство, кинект понимает, что я, ну, вот, куда я смотрю, и вот, я, допустим, хочу смотреть, ну, глобус у тебя в руках. Кинекс проецирует изображение этого глобуса так, что у меня будет ощущение, что это 3D-модель. То есть, у меня в руках. На самом деле, она будет проецироваться, вот как здесь, на человека, на стены, на пол и так далее, но с учетом искажения, чтобы было ощущение 3D. Вот, тоже интересное решение. Это тени от виртуального объекта. Ну, в общем, опять микс реалити-примеры. Вот, вот один, наверное, из моих таких самых любимых с точки зрения того, что ничего подобного на данный момент я не видел. Не знаю, кто-нибудь читал «Конец радует» книгу? Нет? Ну, короче, эта книга, которая будет как 1984 Джорджа Орла, все, наверное, слышали про нее, так вот, эта книга будет в 21 веке точно такой же утопичной и понимающей наши экстремы, наверное, развития общества. Так вот, суть в том, что у нас здесь было так. Один человек у нас был реально на склоне где-то в Австрии. Другой человек был в подобной Киев-системе где-то в лаборатории, другой человек просто дома сидел в Oculus Rift. Вот. И у них было реальное соревнование между собой. То есть спуск лыжника по трассе был одновременно с виртуальным спуском лыжника, который в тренажере и в игре. Вот. То есть опять те возможности, которые нам предоставляют в данном случае совмещение данных видов реальности между собой. Вы представьте, если он еще будет в очках дополненной реальности, тем самым он будет видеть аватары, не знаю, виртуальные копии данных людей. Ну, достаточно интересно. Ну, тут другие вопросы уже возникают. А это, допустим, в лаборатории The South Systems тоже интересный пример. Тоже не буду углубляться. Вот. Наверное, один из моих любимых примеров. Да. Ну, у меня все на самом деле. Это сделал Disney Research. Называется Таше. Пример. Учается в том, что у нашего тела, как и ну, там, знаете, да, температуру тела 36,6 есть стандартная. Также у нашего тела есть стандартное электростатическое напряжение. Так вот, при изменении кровообращения, там, не знаю, движений человека или соприкосновения с тем или другим объектом, это электростатическое напряжение так или иначе изменяется. Вот. Может быть, оно совсем немного изменяется, но суть в том, что мы это можем разложить на паттерн и к определенному взаимодействию прописать некоторое действие. Так вот, здесь заключалось в том, что без каких-либо датчиков мы просто измеряли, вот этот пример, мы просто измеряли стандартное электростатическое напряжение вакуума с вагой, вот, и когда человек туда докасался двумя пальцами, одним пальцем, мы могли определить паттерн изменения и к этому изменению прописывать то или иное действие. Это тоже, на мой взгляд, потрясающий пример именно инновация восприятия информации. Но я как раз был последний. Почему в чем-то есть дополненная реальность, виртуальная реальность? На мой взгляд, потому что это является идеальными средствами отображения того предыдущего изменения, которое будет перед нами. то есть мы там пробит узнали в середине XX века с теорией информации. А сейчас вот эти 60-70 лет мы кардинально изменились, что, в принципе, без бита никто и не представляет себе жить. Так же, как когда-то электричество никто не понимал, и сейчас мы без электричества не понимаем. Так вот, наверное, никто из вас не задумывался или задумывались, но не так часто, что, допустим, в данный момент сквозь нас проходят электромонитные волны, чей-то звонок по мобильному телефону, там, через меня сейчас привет, я тебя люблю, проходит. Ну, через вас. Это действительно так. И вот технологии дополнительной виртуальной реакции, они позволяют это визуализировать. То есть есть, например, один, где визуализировали, называется архитектура радио, визуализировали радиоволны. Так вот, когда мы с помощью этих технологий задумываемся о том, как, ну, то есть появляется новое измерение такое, как информационное, то будет совершенно по-другому, наверное, мы жить. И что мы конкретно для этого делаем? Я уже говорил, конференцию, сообщество специалистов и школа обучения для тех, кто хочет делать свои приложения в таком виртуальной реальности. Спасибо. Может быть, есть вопрос? Есть вопрос, доп. и одновременно в дополнение. Вы ничего не сказали о всеобщей чипизации, которая предстоит нам. Имеется в виду, тут интересно было социальным бизнесменам. Нужно еще сказать, что микс револки невозможно без всеобщей чипизации окружающего мира. Вы говорите, сейчас уже в современном здании в Невоскребе состоит несколько сотен чипов, которые позволяют виртуальную реальность данного здания, то есть виртуальную таскопедию образ данного здания детализируют до мельчайших деталей. Аналогичные мосты, аэродромы и так далее, включая человека. Просто вот этот момент является базовым в развитии и бизнес в этой сфере сейчас уже достигает порядка 5-6 миллиарных долларов. То есть всеобщая чипизация это уже реальность нашего автория. Я абсолютно согласен, просто я на самом деле не хотел углубляться в этот вопрос, но суть в том, что я это рассматриваю с маркетинга то же время как интернет вещей или интернет всего и не углубляясь в те или иные сенсоры, которые для этого необходимы. Хотя, конечно, в первую очередь в них дело. Но 5-6 миллиардов я по абсолютной согласен, если не больше. Потому что к примеру мы тут говорили про CAD-CAM-KE системы. Ведущий производитель CAD-CAM-KE систем для промышленности это PTC к примеру одна из компаний. Она на днях ну не на днях конечно, но уже месяца 2-3 назад приобрела одного из ведущих разработчиков мобильная система дополнной реальности в Уфори. Вот. И получается так, что как раз так PTC компания она объединяет себе и саппорт системы, она объединяет себе предложения решения для рынка интернет вещей и в данный момент еще и для дополненной виртуальной реальности. и мобильная информация про